А прямо сейчас мы находимся на праздновании Дня Поля Московской области. Праздник проводится уже 23 раз и в этом году на базе Истрахлебопродукт вблизи деревни Медведки. Одна из самых интересных площадок празднования это выставка отечественной и зарубежной техники для производства сельскохозяйственной продукции. Давайте посмотрим. Вот такие машины. Сегодня красуется здесь. Перед нами радиоуправляемая косилка, дистанционное управление, которое позволяет работать со 150 метров. При этом косилка может работать на склоне до 55 градусов, то есть это вот так. Измельчает она в мелкую труху любую растительность диаметром до 4 сантиметров. Это по дереву, то есть любой борщевик, кукурузу и так далее. То есть действительно проблема борщевичная сможет решиться за счет такой машины? За счет одной, боюсь, что нет. Но если их будет хотя бы несколько в каждом районе. Это уникальный трактор Класс Ксерион с реверсивной кабиной, которая имеет возможность вращаться на 180 градусов, что, несомненно, улучшает обзорность. Вот давайте сейчас покажем, как это происходит. Да, можно не ломать шею и работать с большим удовольствием. Передняя, задняя ось работает, рулит полностью. Управлять можно как передней осью, так и задней осью по отдельности. Можно управлять даже не рулем, а джойстика. Управление может производиться большим крабовым ходом, то есть трактор может ехать боком. Ну а прямо сейчас на место празднования подлетел вертолет с минуты на минуту. Здесь появится губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ждем. Я хочу поприветствовать всех, кто участвует, кто выставляется здесь, наших инвесторов. Очень приятно, что сегодня традиционно пройдет конкурс механизаторов. Я желаю вам, ребят, тоже проявить свои лучшие профессиональные качества и одержать победу. Бабулечка родом с этой деревни. На этих полях выросла. Мы всю жизнь проработала. Мама у меня жила. 88-го. Дай бог вам здоровья. Да, спасибо. Говорю, сиди дома. Нет, говорит, веди меня на поле, на мое родное поле. Почу посмотреть, что там есть. Я выехала. Как урожай на огороде у вас? Нормально. Нормально? Что, огурцы готовы, кабачки готовы? Да, пожалуйста, приходите. Какая помощь нужна? Да. Помощь как нужна? Помощь. Газа, они все ждут. Газа, газа. Сколько в деревне живет у вас? Ну, в деревне у нас 55 домов, но проживает-то мало. Местные жители? Да, конечно. Откуда? В деревню Савельево. Савельево. Газ есть? Нету газа. Что делать? Надо проводить. Вот она как раз и добивается, чтобы газ сделали. Ездим, просим, чтобы газ нам провели. А у нас вот никак. Газовое отопление, а в домах газа нет. Эта проблема решается. Регулярно существует государственная программа. Просто сначала берется численность населенных пунктов, где было 500 человек, потом 300, сейчас 200. Дело в том, что во многих наших деревнях Подмосковных зарегистрировано где-то там, может быть, 6 человек, где-то 26. И вот в этом случае возникает проблема. Мы сейчас еще раз посмотрим по двум деревням, которые в Истре находятся, и попробуем помочь жителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова